Друзья, продолжаю вам показывать подол. Я нахожусь на улице Притиско-Никольской. Это старинная улица. И здесь опять же соседствуют вот такие вот старинные, но отреставрированные дома. В принципе, с заброшками, потому что, смотрите, вот с этой стороны улицы вот такой вот дом, у которого даже окна, скажем так, выбиты. Видите? Вот на втором этаже. И заставлены какими-то картонками. Вот особенно вот здесь это видно на этом окне. Смотрите. Видите как? Первая стена почему-то не имеет окон, но имела. Но имела, потому что они здесь заложены. Просто это сделали глухой стеной первый этаж. Видите? Даже не знаю, что это за дом. Ой, даже вон вывита рама. Видите? Идёмте дальше, потому что дом продолжается немножко уже, имеет другой вид. Ой, смотрите, какая дверь здесь сохранилась. Вы обратите внимание, видите, это старая, старинная деревянная дверь. Скорее всего, дубовая, наверное. Вот с такими вот железными накладками металлическими, видите? Такими вот ажурными. Это просто раритет, а не дверь. Ну, кстати, эта дверь, по-моему, даже была другой, потому что, вернее, проём был другим, потому что вот там вот видно по щели, что, по-моему, этот проём был и выше, и в виде арки. Идёмте дальше. Может, увидим какую-то табличку. Хочу узнать, что это за здание, что это за дом такой. Какие-то гвозди, штыри торчат прямо из стены, как будто на них что-то висело. Вот такие старенькие деревянные окна уже здесь есть на первом этаже, видите, да? А вначале этот дом имел на первом этаже вон там вот глухую стену. А вот от той деревянной двери здесь уже есть, уже сохранились незаложенные деревянные окна. Так, здесь какая-то одноэтажная пристроечка. В принципе, мы уже к углу этого дома подходим. И я вижу какую-то табличку, друзья. Так, памятка архитектуры Садыба. Житловый флигель. Ага, это жилой флигель. Вот ещё флигель повитового дворянского училища. А, это флигель был дворянского училища 1832 года. Вот так вот он здесь поворачивается и уже имеет вот эту вот одноэтажную пристройку. Смотрите, какие окна. Здесь они открыты. Здесь они баннером закрыто окно. А вот здесь, смотрите, сделали перепечку на Хоровий и закрыли это окно ставнями. Под старину сделали это окно. Видите, ставни такие вот поставили здесь. И здесь продаётся перепечка. Честно, друзья, здесь на каждом углу на Подолье можно увидеть что-то особенное. Каждый дом, он уникален. Смотрите, я перешла через дорогу от этого флигеля дворянского училища, где мы только что с вами стояли. Вот он находится на улице Притиска-Никойской. А на этой стороне улицы, куда я перешла, находится большая-большая церковь. Смотрите, вот такой вот православный храм. Он огромный, очень большой. И я просто стою рядышком, близко возле него, поэтому даже не могу его показать. Все его масштабы, все его колокола. Это церковь Николая Притиска. Вот. Это университет Украина. Вот это вот такое вот жёлто-коричневое здание. Вот. А справа продолжается от нас вот эта вот церковь. Ой, друзья, как же я вам не покажу ещё одно здание старинное. Вот оно, которое разрушается. Боже мой, сколько же на Подоле таких домов. Вы видите, да? Вот смотрите. Очередной четырёхэтажный дом. Ну, первый этаж не видно, он закрыт с забором. Вот. Некоторые окна деревянные, некоторые пластиковые, а некоторые насквозь пустые. Видите, да? Вон, смотрите. Просто оконные проёмы зияют. Я так понимаю, что если вокруг него стоит этот забор, то, вероятнее всего, за этот дом берутся и будут его реставрировать. Да, и баннер на нём висит уже даже. Сейчас покажу его с этой стороны. Вон, видите, да? Смотрите. Пустые окна зияют. Баннер на доме висит. Значит, он подлежит реставрации. Так. А мы обходим эту церковь Святого Николая Притиска. Я так полагаю, что с этой стороны его вход. Да, здесь вход, друзья. И, как вы понимаете, я не могу сейчас с камеры заходить туда. То есть я могу сама зайти в церковь, но я не смогу там снимать, потому что это запрещено. Ой, смотрите, какие двери. Смотрите. Я всегда обращаю внимание на такое старину. Видите? Вот. Какая деревянная старинная дверь. Тоже вот так вот она обита, отделана вот такими металлическими накладками. Даже крест вот такой вот ажурный. Так. Как видите, здесь есть табличка. Это Украинская Православная Церковь. Это храм Святого Николая Притиска. Так. И вот здесь даже есть небольшая информация. Сейчас почитаем. Церковь Николая Притиска. И был притиснутый важкою иконною изображением Святого Миколы. Интересная история. Так. Дальше читаю. Здесь даже продолжается информация. Цегляна церковь. Церковь Николая Притиска заведена меж 1695 и 1707 роками на месте деревянной, спорудженной на кошты киевского мещанина на призвись Козалізный Грош. Смотрите, у человека даже нету имени, фамилии. Какой-то мещанин киевский просто имел прозвище Железный Грош. И вот на его деньги построена эта церковь. На месте деревянной потом была построена каменная. Церковь Риткисна с поруда добы украинского барокко, забудована и оздоблена в формах историзма. Вот так вот, полная информация об этой церкви. Идёмте дальше, друзья. Мы её дальше вот так вот по периметру обходим. У неё большая территория. Вот такой вот там внутренний дворик. Да, она огромная и интересную конфигурацию имеет. То есть, вы смотрите, вот такие вот, как будто пристройки, одна к другой прилепленные. Видите? Вот так вот потихоньку мы с вами узнаём подол, изучаем его. Вот, поворачиваюсь. Я отошла немножко на расстоянии от этой церкви, святого Николая Тритиска. И я сейчас нахожусь на углу улиц Харива. Вот это вот улица Харива. И Константиновской. Вот это вот улица Константиновская. Я нахожусь на углу этих двух улиц. И я хочу здесь сказать вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Берегите себя. До новых встреч, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok